Книга «Открытым оком», тема «Женщины», том 7, вопрос 1817. «С какого образа замужней женщине можно брать пример в житиях?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Таких много, но есть особо удивительные, чистые и искренние». Деяние 1826. «Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень». 1 Петра 3.7. «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Притча 31.14. «Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой». Песнь, песни, 8.10. «Я стена, и сосцы у меня, как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты». Адриан, Наталья, память 26 августа. Войдя в темницу, блаженная Наталья припала к ногам мужа своего и, облобызав его оковы, сказала, «Блажен ты, господин мой Адриан, так как нашел такое сокровище, которого не наследовал от своих родителей, так благословится человек, боящийся Господа». «Бога, поистине, господин мой, ты теперь в таких юных летах своею верою во Христа собрал такое богатство, какого не приобрел бы даже и на старости лет, оставаясь в эллинском заблуждении». Адриан сказал ей, «Теперь ступай домой, сестра моя, и спи спокойно, а когда узнаю о времени, в какое нас выведут на мучение, я извещу тебя, чтобы тебе прийти и видеть нашу кончину». Он удивлялся таковым словам молодой жены, недавно вступившей с ним в брак, так как прошло всего лишь тринадцать месяцев со дня их венчания. Видя великую скорбь жены своей, Адриан, стуча в двери, начал просить ее, говоря, «Отвори же мне, госпожа моя Наталья, не убежал я от мучений, как ты думаешь, нет, не мог я так поступить, я пришел взять тебя с собою, как обещал, чтобы тебе видеть нашу кончину». Не веря его словам, Наталья с упреком продолжала говорить ему, «Вот как обманывает меня преступник, вот как лжет второй Иуда, отойди от меня, чтобы не убить меня». Блаженный Адриан был молод и нежен телом, ему было лишь двадцать восемь лет от роду. Вместе со святою Натальей были и другие благочестивые жены, которые прислуживали святым, прикладывая к их ранам целебные лекарства и делая им перевязки, разделив при этом между собою мучеников так, чтобы каждая могла послужить своему всяким за ним уходом. Узнав о том, что многие благочестивые женщины приходят в темницу и прислуживают узникам, прикладывая к их кранам лекарства, нечестивый царь запретил их пускать туда к узникам. Видя, что женщинам нельзя было более приходить к мученикам, святая Наталья остригла на голове свои волосы, переоделась в мужское платье, и, войдя в темницу в образе мужчины, одна прислуживала не только мужу своему, святому Адриану, но и всем прочим святым мученикам. Благочестивые женщины, узнав, что Наталья в мужском одеянии служит святым, по ее примеру также остригли волосы на головах своих и, одевшись в мужские одежды, по-прежнему входили в темницу и служили святым. — Умоляю тебя, господин мой, раб Христов, — сказала Наталья. — Пока ты еще жив, протяни руку свою, чтобы отбили ее, и ты тогда сравняешься с прочими святыми мучениками, которые более пострадали, нежели ты. Святой Адриан протянул к ней свою руку, а она, взяв ее, положила на наковальню. Мучитель, ударив сильно по руке молотом, отсек ее, и тотчас святой Адриан придал душу свою в руки Божии от великих страданий. Одежда. О, она на нас не зря, еще с той шкуры райской у Адама. Одежды научились козырять, и дети малые, не говоря о дамах. Про наши одеяния поэмы поются ей стихи и даже оды. Вообрази, что без одежды все мы, без ателье, без списка новой моды. Прикрыть водораздел у наших тел, границу и наследие потомства, еще с тех пор, как змей наш нам прошипел, что равенство с Творцом достичь так просто. Мы в окаянстве на вожденье блудном срываем, оголяясь и хвалясь, все наяву, журнально и прилюдно теряем над собой и стыд, и власть. В одеждах разноцветных был Иосиф, растерзан и оболган не чужим, в борьбе с бесстыдницей одежду даже бросил, переодетым из тюрьмы ожил. Одежки на одежду поменяет, блудящему наш любящий отец. Как ни одна заботливая нянька кольцом любви ознаменует перст. Вся жизнь из раздеваний, облачений, и не однажды, да на каждый день суметь мучение превратить в ученье. Вот так же в праведность и душеньку одень. Приятно протянуться на постели раздетому, усталому, без страха. Хотя бы мы того и не хотели, но это образ умерших и праха. Прообразуясь, на себя любуясь, сто крат прекраснее до согрешения Ева. А мертвеца одень, украсть в любую, на перекос иголая, все лево. Слева. 18 июля 2003 год. Игла.